Белорусско-словацкое сотрудничество, развитие межпарламентского диалога и подготовку к летней сессии Парламентской Ассамблеи АБСЕ обсудили сегодня в Минске председатель Палаты представителей Белоруссии Владимир Андрейченко и посол Словакии в нашей стране Иосиф Мигаш. По итогам прошлого года товароборот между странами составил более 160 миллионов долларов. Есть перспективы для его увеличения, в частности, в сферах фармацевтики, атомной энергетики, производства шин, деревообработки и газовой сферы. Обсудили на встрече также вопросы взаимодействия на площадках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы. Уже в июле Минск примет 26-ю ежегодную сессию Парламентской Ассамблеи. Свой потенциал в качестве хозяйки Беларусь презентует на зимнем заседании ПАБСЕ, которое проходит в эти дни в Вене. С введением безвизового режима в Беларуси ожидают увеличение притока туристов как минимум на 15-20%. Турфирмы активно подключились к разработке экскурсионных программ на английском языке. Помимо традиционных, разрабатываются новые маршруты, которые смогут привлечь дополнительные потоки туристов, познакомить их с традициями Беларуси, национальной культуры и обычаями. Например, планируется развивать производственный туризм, кулинарные туры. Сейчас туристам в Беларуси предлагают около 175-дневных турмаршрутов. В Национальном историческом музее сегодня открылась выставка «Владимир Мулявин. Наследие великого маэстро». Экспонируются эскизы костюмов легендарного коллектива «Песняры». Всего более сотни зарисовок. Композицию дополнят личные вещи Мулявина и его музыкальные инструменты.